Боевое, а может даже парадное орудие воина знатного рода. По предположениям ученых, очередная бобруйская находка относится к 10-11 веку. Этот топор нашли на берегу Березины. На таком оружии зачастую могли быть выбиты индивидуальные знаки, символы, а корпус мог покрываться по золотой. Был найден еще один боевой топор конца 10-го, начала 11-го века, который находится в комплексе ранних находок. Это знаменитого шлема, топора и наконечников стрел. Дело в том, что нашел его бобруйчанин, нашел его не сейчас, а определенное время назад, но увидев в СМИ, в частности на нашем телеканале «Бобруйский 160» вот всю уникальность находки, решил сдать его в музей. Такой вот комплекс и такое количество именно статусных индивидуальных находок для Беларуси в принципе является уникальным, потому что такого не было довольно давно, если и было вообще в истории Беларуси. Вместе с топором обнаружили наконечник стрелы, и то копья. Совсем скоро эти предметы отправятся на металлообработку и реставрацию. Но уже сегодня белорусский историк и депутат Игорь Марзалюк с уверенностью утверждает. Мы маем комплекс дружинного сброения. Хочу сказать, что у меня 30 полевых сезонов, я в археологии не первый день. Такой концентрации, таких находок, что называется, на одном месте, но в Беларуси не было николи. Характер находок, их высокая статусность, позволяю сказать меркование об наявности тут достатково важного пункта в Мацаванах. Бобруйск всегда был террой инкогнито для историков. С первого взгляда ничем не примечательный город в этом году преподнес сразу несколько сенсационных находок, способных перевернуть наше представление о прошлом. Найденный весной княжеский шлем, которому больше тысячи лет сейчас на реставрации, им занимается один из лучших белорусских специалистов, Василий Пчельников. Мастер старается придать артефакту оригинальный вид. Сначала он лежал некоторое время в воде, для того, чтобы ушли с него все вот эти вот хлориды, соли. Из-за того, что он долгое время находился в воде, это вот позволило все-таки сохраниться. Вот эти вот вмятины, которые, ну, возможно, что-то были еще получены в то время. Находкой уже заинтересовались многие историки. Артефакт воодушевил даже Александр Лукашенко. Совершенно недавно в городе Бобруйске в земляных работах мы обрели реальный знак той великой суверенной власти. Скорее всего, мы нашли шлем Незяслава Полоцкого. Он сейчас на реставрации. Когда мы отреставрируем, я думаю, что мы сможем с честью выставлять и гордиться этим. На ежегодном послании президента белорусскому народу и национальному собранию Игорь Марзалюк предложил белорусскому лидеру вести новый праздник – День национальной государственности. Вопрос очень актуальный и интересный, особенно с точки зрения того, чтобы показать всему миру, что Беларусь, что наши земли белорусские – это древнейшие земли. И государственность к нам приходила и уходила много раз. И мы создавали государственные нормативно-правовые акты. Ну, вот в этом регионе первыми точно. И книжки печатали и так далее. И герои у нас есть, настоящие белорусские. Это правильно. Это тренд уже такой существует. Это крен в нашей политике верный. Не в упрек кому-то, не в укор кому-то. Мы это будем делать. В этом плане подумаем и над вашим вопросом. Именно наш шлем сохранился практически в первозданном виде. Внешний облик указывает на индивидуальность вооружения. И выполнен он, скорее всего, скандинавскими мастерами. Ну, уже сам по себе шлем однозначно. И он индивидуальная знаходка. И такую речь себе можно дозволить только вельми-вельми богатый человек. Как правило, это так званые золотистые шлемы. У них были керавники дружин. Как правило, это были князи. После реставрации нашумевшая на всю Беларусь находка вернется, как говорится, на родину. И займет свое почетное место в Краеведческом музее. И это еще, уверяют археологи, только начало. Найденные исторические предметы. Настоящий подарок для белорусских ученых. Специалисты утверждают, что территорию Березины нужно изучать досконально. Ведь река может скрывать множество уникальных артефактов, которые представляют собой настоящую ценность. Но это уже совсем другая история. Максим Кембель, Андрей Богдан. Итоги недели.